Завишенство Твое Дорогие радиослушатели, вас приветствует Церковь Любовь Божья. Сейчас вы услышите проповедь пастора Василия Тищенко. Велик наш Господь. Ну, а сейчас давайте мы с вами прочитаем местописание. Давайте откроем 1 Коринфянам, 3 глава и 10 стих. Здесь апостол Павел, будучи великим мужем Божьим, пишет очень такую важную, доктринальную, знаете, основу всего христианства. И он говорит, я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, ну, каждый смотри, как строит. Дорогие, мы все с вами, не только представители Бога на земле, мы духовные строители. Как я понимаю, духовные строители – это те люди, которые что-то созидают, они строят именно в духовном плане. Знаете, кто-то знаком строительством домов, да, кто-то машины ремонтирует, кто-то там паркет делает, кто-то, знаете, вот красит, кто-то что-то, кабинеты, да, Саша. Кто что, да, вот мы все сегодня, знаете, вот что-то умеем делать, да. Но вот здесь речь о чем-то очень важном. Несмотря на то, что мы заняты своими какими-то собственными, семейными делами, Бог называет нас всех, каждого, духовными строителями. Вот повернись своему ближнему и скажи, ты строитель Божий на земле. Повернись, повернись. Я верю, что сегодня что-то Бог сделает в нашей с вами жизни, и мы еще больше принесем плода Господу. Когда мы начинаем понимать, что мы духовные строители, мы задумываемся, ага, что же мы строим сегодня? Дорогие, мы строим Царство Бога, Царство Божие. Во-первых, на земле это Церковь Иисуса Христа. Знаете, в чем выражается духовное строение? И сами, как живые камни, устрояйте из себя что? Подскажете мне? Дом духовный, священство убранное. Первое, мы строим себя, то есть мы устрояемся в жилище, написано, Божье Духом Святым. Значит, человек, как я понимаю, это в суть храм живущего Духа Божьего. Человек это храм, и он сильный, он большой, огромный, тогда, когда мы понимаем, что мы строители, и мы призваны... Знаете, я восхищаюсь молодыми людьми, которые идут в колледжи, учатся. Я восхищаюсь людьми, которые приобретают профессии. Я восхищаюсь вообще всеми целеустремленными людьми. Но, знаете, прежде всего, прежде всего, это духовное строительство. Это когда я... Я даже не рекомендую людям идти учиться, пока они не утвердились в Боге. Почему? Когда человека начинают искушение постигать, а сейчас мир такой, да? Человек прежде, он должен, написано, зиждиться, строиться, созидаться Духом Святым. Прежде чем выйти в мир на евангелизацию, человек должен внутри, он должен состояться, как духовное строение Божье. И он говорит, я как подданной мне благодати, дорогие, надо вместе всегда молиться о том, чтобы Бог дал нам свою благодать, чтобы состояться, как, знаете, вот в его... Он художник, он строитель, он видит каждого из нас своим служителем, он видит каждого из нас своим строителем. Мужчины, женщины, нет разницы, дети, взрослые, мы все строители Божьи. Первое, мы строим собственную жизнь на этом краеугольном камне Иисусе Христе. Но второе, дорогие, мы сегодня строим Царство Божие, это Церковь Иисуса Христа. И вы смотрите, но, наверное, все-таки самое важное, это кто я сегодня? Знаете, вот противовес строителю, это разрушители. Дьявол, он пришел украсть, убить и погубить. Я заметил, что христианство делится на две категории людей. Простите, я буду так говорить. Одни строят, а другие идут следом и разрушают. У меня много таких друзей, которые не против приложить руку к тому, что они, знаете, делали. И, знаете, я заметил, что дьявол не действует через людей с улиц. Он действует через... Какой-то человек пришел, и у меня было много таких случаев. То, что ты так строил, созидал, он в одно мгновение раз, ну, оклеветал, к примеру, и разрушил то, что ты строил доверие, отношения с кем-то. Ну, много таких примеров, да. И вот смотрите, мое желание, чтобы мы все были строители Божьи, не разрушители, да. И каждый христианин, он может или созидать, или разрушать. Наши вот эти, вы знаете, вот я иногда слышу за кого-то разговоры, вчера мне один человек так говорил, я говорю, смотри, не вздумай еще раз повторить то, что ты сказал. Лучше молись, благословляй. Если ты услышал что-то, о чем это говорит, что человек так устроен, мы будем сплетничать. Но нужно вовремя эти вещи пресекать. Сплетни они разрушают. Строители, они понимают, лучше помолиться, и помочь человеку выйти из этого состояния. Лучше благословить и помочь человеку в трудной ситуации, чем, а ты слышал, и знаете, вот эти вот помощники такие, они больше наносят вред, чем, ну, знаете, вот помощи. И вот смотрите, как по данным мне от Бога благодать, я как мудрый строитель, дай Бог, чтобы мы были мудрыми строителями. Я положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, кто как строит. Смотрите, другое место, это послание Ефесянам, 2 глава, 19, 23 стихи. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, строено, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Смотрите, здесь такие глубокие слова. Понимаете, если мы не научимся строить, мы будем разрушать. Знаете, я смотрю на жизнь некоторых людей, которые, где бы они ни появлялись, они несут разрушение. Я иногда думаю, Господи, а почему они вообще вокруг церкви крутятся? Для чего? Знаете, такое впечатление, как будто у них даже призвание, только от сатаны, знаете, наносить ущерб. И, знаете, часто вызывает вопрос, почему это произошло? Человек однажды покаялся, принял Иисуса Христа, но Он никогда не вырос духовно, и вместо того, чтобы принесить пользу, Он даже больше приносит вреда. К сожалению, сегодня, дорогие, многие люди, христиане, они никогда не возрастали в Боге, никогда не платили цену, и никогда не состоялись, как духовные строители. Поверьте, поверьте, Бог хочет, чтобы мы с вами принесли много пользы, много плода. Но это будет только тогда, когда мы посвятим себя на созидание, на строительство, на благоустройство. Как апостол Павел говорит, я как мудрый строитель, положил основание. И смотрите, скажу вам откровенно, наверное, в каждой церкви, каждый пастор, он мечтает о том, чтобы у него было больше помощников. Или же, чтобы церковь, она вся понимала, что мы строители Бога, и никогда, знаете, вот не ломать. Ломать всегда легче, вы знаете. То, что человек строил, примерно, год, один дом в среднем нужно год построить, да, а разрушить можно за, подогнал эскаватор, и за 20 минут, и свалил. Рушить всегда было легко. Строить умеют немногие. Ломать, к сожалению, получается. Даже дети. Вот построил конструктор, сколько раз был свидетелем, еще Натан наш маленький был, раз конструктор строил, строил, три дня, по-моему, он его строил, раз в гости, друзья, друзья пришли, слышу, орет Натанчик наверху, кто-то или сел на его строительство, и развалилась. Понимаешь? И они хохочут, те, кто сломали. А Натан рыдает. Почему? Он строил. Он потратил много времени, он заплатил такую цену огромную, а того, кого он называл другом, он пришел, сел на него, и хохочет еще, издевается, да, над моим внучеком. Я понимаю сердце моего внука, и понимаю того человека, кто это сделал, потому что он пока еще не знает, что нужно строить, не надо ломать. Особенно строение чужого человека, да. Буквально, буквально вот на этой, на прошлой неделе мне приснился такой сон, я проснулся, это был не просто, знаете, обыкновенный сон, мне приснилось, что вот мы с вами, как церковь, огромная группа людей строили какой-то вот дом. Он был тогда еще из брикетов, внутри я уже заметил, что он был поштукатуренный, там все уже обустроенный, но наружные стены еще были не закончены, и я увидел многих вот вас в церкви, которые были там рядом со мною, и я обратил внимание, вот справа от меня я видел много молодежи. Вот Илюшка, тебя я там видел, Артем, тебя я видел, там да, вот что интересно, я видел некоторых людей, и там было, ну, определенное количество молодежи, и что интересно, а с левой стороны я видел пожилых людей, которые тоже участвовали в этом строении, и когда мы вот уже, дом почти что был законченный такой, но снаружи же еще нет, и вдруг, знаете, вот такое землетрясение, такой толчок очень сильный, и я увидел, как этот дом вот так вот весь шатается, и, ну, знаете, что интересно, три стороны стены вот так стояли крепко, они даже не пошелохнулись, они так вот подвигались, и так встали на место, но одна сторона, где стояли неверные служители, слышите? Те, которые должны были строить вместе с нами, и Бог прям показал мне во сне некоторых людей, и так меня Дух Святой, как зум, знаете, подводит к этой стене, это был такой угол, один угол, несущий здание, и я был в шоке, оказывается, когда мы ложили эту кладку, кирпичи, там не было положено цемента вообще, просто человек халтурил, знаете, как вы знаете, вот почему в спитаке погибло много людей, когда было землетрясение, потому что, когда стали расследовать этот вопрос, оказалось, что, ну, армяне, знаете, я на Кавказе вырос, сэкономили, положили в карман себе на цементе, понимаете, да, и когда это землетрясение ударило, оно убило так много людей, и кто виноват, знаете, вот строители, которые недобросовестно делали дело Божье, и знаете, когда вот Дух Святой показал мне, вот что определенная часть стены, она была без связки цемента, я так раз только встрепенулся, я проглядел, то есть я допустил человека, который не серьезно относился вот к делу Божьему, и он, ну, не сделал его правильно, а так, чтобы глаза замазать, как бы, да, ну, знаете, что интересно мне понравилось, вдруг ко мне подбегают с этой стороны и с этой стороны, молодые, Илюшка, я тебя видел таким активным, вот честно, вот, ты только раз какую-то доску схватил, так раз только приставил к этой стене, я даже не догадался, и сразу много рядов этого, он стал так держать, и вдруг повторно, знаете, такое землетрясение, смотрю, Эдик стоит там, с другой стороны держит, мне так приятно стало, что в теле Христовом есть люди, которые заинтересованы в том, что Бог строит, созидает, понимаете, дорогие, мы пойдем далеко с вами тогда, когда будут вот такие верные, посвященные, а еще было приятнее, когда я увидел пожилых людей с этой стороны, не раз, и каждый кирпичику подставил свои руки, и вы знаете, второе потрясение, когда, а дом как стоял, так и стоял, и мы взяли быстренько, раз исправили все эти, вот, кто неверный там, строитель стоял над этим, и знаете, и снова здание такое, я увидел такое финишное, знаете, понимаете, Бог сегодня что-то ожидает от каждого из нас, ты можешь быть верным, а здесь же, чуть ниже он говорит, а домостроителя же требуется, чтобы каждый оказался верным, вы слышите, сегодня мы все испытываемся на верность и на неверность, сегодня мы все испытываемся на посвящение и лень, и знаете, хочется, чтобы в каждой церкви рядом с пастором были действительно верные и посвященные Богу люди, я вам скажу, дорогие, я так благодарен Богу за каждого из вас, кто стоит рядом и суппорт поддерживает, понимаете, в последние дни, написано, наступят времена тяжкие, наступят лукавые, и лукавый, через лукавых людей он будет приходить, но пора уже нам набраться мудрости и не общаться с лукавыми людьми, а быть рядом с теми, кто строит, кто сегодня созидает, кто приносит плод сегодня, знаете, что странно, когда вот лукавый человек появляется и так, а действительно ли пастор там это все, примерно раз, только, и слушай, человек легко верит этим вещам, о чем это говорит, что-то неправильно в мозгу человека, и вот мы как мудрые строители, понимаете, апостол говорит, он называет нас мудрыми, как мудрые строители, мы должны смотреть вперед, заглядывая в их будущее, в жизнь, дорогие, знаете, в нашей церкви, как я уже говорил, уже много прекрасных служений, но кое-что не хватает, дорогие, у нас не хватает евангелистов, вы знаете, что интересно, я обратил внимание, дьявол настолько извратил эту область, ко мне обращаются люди и говорят, я хочу проповедовать у тебя в церкви, я говорю, а зачем? Ну, говорит, я евангелист, подожди, подожди, тут уже Дух Святой поработал, здесь уже всех евангелистов, здесь все уже покаяны, если ты евангелист, иди на улицы города и проповедуй Евангелие. Знаете, кто такие истинные евангелисты? Это люди, которые приводят людей в церковь. Знаете, у людей что-то неправильно, вот здесь не срослось, знаете, они думают, что вот они придут в церковь, попроповедуют, покричат, и им еще деньги соберут, к примеру, да, и это извращенное понимание евангелизма. Знаете, здесь Дух Святой уже поработал, и когда неверующий человек сюда попадает, написано, он, будучи обличаем Духом Святым и совестью, здесь Дух Святой поработает и дальше. Евангелист, я вам скажу, дорогие, что с евангелистами у нас в Америке напряженка, и, знаете, вот ко мне подходили люди, и говорят, пастор, пастор, вот я чувствую, что мое призвание быть евангелистом, и, знаете, мое понимание, что евангелист, его нужно развивать. Евангелистам нужно очень сильно работать над собою. Евангелистам нужно преодолевать страх. Евангелист должен идти на улице города, стоять на перекрестках, на углах. Евангелист будет стоять вот здесь на улице с плакатом и кричать, идите в Церковь Божью, здесь есть жизнь. Он будет всячески делать, он будет все делать, лишь бы привести человека к Господу. Евангелист, у него нету его личной церкви, евангелист, ни у кого нет личной церкви, его работа – это привести человека ко Христу, в какую-то определенную церковь. И у нас этого практически, понимаете, когда церковь не имеет программы по евангелизации, в ней не будет большого роста. Если мы хотим иметь рост, дорогие евангелисты, очнитесь, евангелисты, проснитесь, можно по-разному, можно музыкой проповедовать, можно стихами, можно Словом Божьим, можно жизнью, можно соседям, можно в школах, понимаете, сегодня молодежь – самое сильное оружие. Если мы его сможем сегодня зажечь, этот огонь в молодежи, они в школах будут кричать, они на перекрестках будут говорить, вы понимаете, сегодня молодое поколение больше всего привлекает людей к Богу, потому что у них есть харизма. Но я думаю, что и мы с вами, взрослые люди, дорогие, мы еще больше имеем этой харизмы. Главное, чтобы это было откровение и желание, знаете, двигаться в этом плане. Дорогие, мне нужны настоящие помощники, что я имею в виду настоящие помощники, которые не просто для вида будут, для галочки, значит, считаться, что он служитель. Я за свою бытность уже столько навиделся, дорогие, у меня было помощников в кавычке раньше, знаете, сколько, и вместо пользы они приносили чаще всего вред. И сегодня я даже очень резко отношусь к тому, если человек, знаете, хитро очень так, внешне вроде бы служитель, а по жизни он ничего не делает, пустой, как барабан, и, знаете, вот в этих вещах нам нужна мудрость от Бога, и, пожалуйста, если мы смотрим дальше, в будущее, мы хотим, чтобы быть успешными. Почему Слово Божие говорит, бойтесь разделяющих, не просто не общаетесь, а говорит, бойтесь даже. Люди, которые не строят церковь, не созидают, они разрушают ее, и под всякими предлогами, они выдумывают всякие истории, и Библия говорит, бойтесь даже таковых. Дорогие, мы должны выработать такую даже антизащиту, знаете, вот против этих вот бесовских вещей, потому что, если этого не будет, церковь, она будет часто потрясаема, и Бог допускает потрясение, но в потрясениях, понимаете, мы можем выстоять, выйти, я выйду, говорит, как огонь, Богом испытанный, будешь как золото огнем испытанный, а можно в потрясениях стать на сторону дьявола, помочь кому-то, например, разрушить какое-то служение, и такое часто происходит, и вот очень важно, чтобы у нас это была мудрость, не поддерживать никогда разрушителей, а держать руки пастора, держать руки в том служении, где я нахожусь, прославления, прославители, музыканты, будьте очень осторожны, когда кто-то что-то начинает языком говорить, знаете, в ячейке, да в любом служении, в Sunday School, чтобы учителя были как одно, монолит, единство, понимаете, во всех сферах, да, и можно много говорить, смотрите, в последнее время Дух Святой дал много прекрасных откровений, кто слышал о группе роста вообще, а кто хоть раз приходил на эту встречу, поднимите, подержите вот так руки, остальные у вас нету веры, есть, а почему, что мешает, кто хочет, чтобы церковь росла, я всю церковь зову на эти встречи группы роста, мы вместе молимся, знаете, на что Дух Святой смотрит, на желание, церковь будет расти только тогда, когда у всех пашин, страсть здесь, пашин это значит, пастор, ты зовешь на группу роста, я приду, и будет может быть противостояние, может быть что-то мешать, но ты хочешь, чтобы церковь росла, знаете, просто говорить языком этого недостаточно, Бог уже дал нам ключи, от царствия Божьего, от царствия небесного, но сегодня он хочет коснуться твоего сердца, чтобы ты стал в проломе вместе с пастором, и знаете, когда мы собираемся на группы роста, мы молимся, когда мы собираемся на группы роста, многие свидетельствуют, и это зажигает огонь в других людях, когда мы приходим на группы роста, дорогие, мы учимся вместе, мы планируем, как достигать, как евангелизировать, приходи, пусть Бог заждет в твоем сердце этот огонь, понимаешь, мы живем последнее время, и нужно, что толку, если человек, он весь мир приобретет, ты слышишь, весь мир приобретет, ну да, станешь богатым ты человеком, я не против, и Бог не против, но если ты всю свою жизнь отдашь на это, но перестал служить Господу, не знаю, у меня вот, когда я просматриваю свою жизнь, и вижу, что я, ну слабо провел этот месяц, я всегда анализирую, и у меня уважение к себе пропадает, почему, я знаю, что я призван Богом для того, чтобы служить людям, если я мало служил Богу и людям в прошлом месяце, у меня уважение к себе пропадает, у вас есть такое, или только у меня такая проблема, или вы считаете, что это нормально вообще, ну как бы, и вы понимаете, о чем мы говорим, да, каждый человек, он должен анализировать каждый день своей жизни, как я его прожил, принес я какой-то плод, пообщался я с какими-то людьми, вот такая церковь, она имеет будущее, халлилуйя, подари Господу аплодисменты, и вот смотрите, награда, вот служителям, да, вот есть высшая награда, когда апостол Павел пишет, я, говорит, стремлюсь к цели, к почести, к почести, высшнего звания во Христе Иисусе, я думаю, что так должен мыслить каждый, некоторые себя обманули, говорят, о, я же не апостол Павел, у меня нет такого призвания, извини, шумаю-тумаю, да, вот, мы обязательно на небе, написано, каждый получит соответственно тому, что он делал живя в теле, то есть служил Богу притча, хорошо, мой верный добрый раб, войди в радость Господину, а этого ленивого, говорит, бросьте, говорит, в озеро огненное, я как подумаю об этом месте, не дай Бог, чтобы я оказался на месте этого ленивого, знаете, вот, и не завидую, я скажу вам, ленивым христианам, честно скажу, не завидую, и, знаете, вот, правильный образ жизни, глубокое посвящение, преданность Богу, в церкви, это так важно, мы не только должны учить этому, мы должны практиковать, молодые люди, с молодости, учитесь, не смотрите на плохие примеры, смотрите на хорошие примеры, знаете, вот, я вчера слушал свидетельства друзей Миши, как они о нем говорили, и мое сердце радовалось, что они видят его добрым примером, что они видят его настоящим другом, я слушал, Господи, дай больше таких людей, чтобы было, чтобы вокруг них строились, вот эти, знаете, вот, дружба, отношения, церковь, ячейки, да, и вы смотрите, награда строителей, вот, в этом же первом коринфянам, третья глава, 13-14 стих, там написано, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какого оно есть, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, вы слышите, вот, к примеру, строил, 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 не дай Бог, чтобы я перестал служить церкви, и раз строил 20, 30, 40 лет, а потом, бах, расслабился, это огонь испытает, огонь испытает, понимаете, наше служение Богу, оно не на 5 лет, оно не на 10, оно не на 20 лет, церкви 20 лет, но, 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 вечность Бога, вечность, вы понимаете, мы и там на небесах будем служить, и там на небесах будем созидать, строить, Бог даст нам немножко небольшую передышку, и скажет, а теперь давай дальше, трудиться над моим царством, да, и вот те люди, которые на земле уже трудились Богу, они уже приучены, знаете, вот к служению Богу, и дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, дорогие, хорошая новость в том, что если кто-то расслабился, подтянись, ты можешь сегодня исправить, ты хорошо шел, кто остановил тебя, да, он говорит, вот смотри, начинай делать хотя бы что-то, хотя бы маленько, верно в малом, над многим поставлю, знаете, как мы практикуем, учите своих детей, послушайте родители, когда идете в церковь, дайте им 20 копеек, чтобы не бросили пожертвования, когда они вырастут, им не жалко будет давать десятиного, им легче будет, чем многим из нас, начинайте детей сегодня приучать что-то делать доброе, возьмите своего ребенка, пойдите кому-то послужите, и его научите, чтобы он это сделал, дорогие, мудрые, понимаете, родитель, он вкладывает, чтобы потом, знаете, не пожинать, о, мой ребенок не хочет служить Богу, ну, потому, наверное, и не хочет, никогда не вкладывал в него, никогда не показывал ему доброго примера, к сожалению, это так, и знаете, вот, приходишь к своему концу, дети все неверующие, никто не служит Богу, я никого не осуждаю, дорогие, но есть причины, вы понимаете, почему мы, родители, должны быть активными в Боге, в молитве, в каком-то служении, знаете, чтобы в нас бурлила эта жизнь Божья, жизнь Духа Святого, и он говорит, и получите, каждый получит свою награду, понимаете, может быть, это выглядит, как бы, корыстно, работать, служить ради награды, но если Бог написал так, наверное, он знает, как мотивировать человечество, и своих детей Божьих, дорогие, я скажу вам, я служу не ради награды, мне приятно служить, я уже как-то, наверное, вот как наркоман любит себе дозу вставить, так я люблю где-то на миссию поехать, я люблю кому-то засвидетельствовать, мне такое удовольствие это доставляет, и я даже не пытаюсь себя заставлять это делать, но помню, когда я заставлял себя это делать, когда понимал, что каждый христианин, он должен это делать, и вы смотрите, в церкви есть сильные и есть слабые, вы согласны со мной, да? И вы смотрите, 15 глава римлянному говорит, и мы сильные должны носить немощи бессильных, и не себе угождать, знаете, вот с чего это начинается, когда я уже не ищу выгоды себе, ага, а что мне будет от этого? Знаете, часто верующие, когда я их зову в виноградник поработать, они говорят, а что мне за это будет? Знаете, кто-то на земле хочет награду получить, они говорят, уже получили свою награду, а кто-то на небе хочет, и знаете, мы должны сегодня получить откровение, что это мы делаем для себя, для нашего, это вклад в Божий небесный банк, когда мы служим, ибо добровольно, доброохотно, служащие, понимаете, они приготовили степень, высшую степень награды, так говорит Слово Божье, и знаете, это откровение должно прийти в разум каждого эгоиста, вы понимаете, в каждого ребенка, если мы вложим в детей наших, что служить Богу, это великая честь, во всем же служа друг другу написано, понимаете, можно много говорить, знаете, вот сильные люди, это те, которые уже, они перешли эту грань слабого, знаете, когда вначале человек приходит к Богу, кается, он еще немощный, он еще слабый, он еще не в состоянии, может быть кому-то служить, но хорошо, когда в церкви есть, я видел сколько раз, когда люди, которые только покаялись, и потом они исчезли, почему, не оказалось рядом с ними никого, кто бы послужил им, знаете, когда церковь эгоистов, вот мои друзья, вот мне приятно общаться, а когда ты будешь служить другим людям, а он мне не нравится, так потому он тебе не нравится, он грешник, он грязный, Бог привел тебе его в твою жизнь, чтобы ты послужил ему, и помочь ему сделаться таким же, как ты, знаете, любовь Божья, она может это, эгоизм нет, он не в состоянии преодолеть эти вещи, знаете, мне нравится вот эта история с Неемией, знаете, каждый раз, когда я думаю о церкви, Дух Святой меня всегда ведет в книгу Неемии, я обожаю эту книгу, я обожаю этого мужа Божьего, он для меня такой великий пример, скажу вам, почему он был успешным, у него были какие-то качества в характере, которых не было в других, почему-то Бог именно Неемию призвал построить стены Иерусалимские, именно его из миллионов людей он выбрал, потому что Богу нравилось его сердце, и вот смотрите, интересные вот вещи, которые происходили вокруг этого человека, когда Бог проговорил к Неемии, идти в Израиль, и начать строить стены Иерусалимские, и когда Он пришел, и люди, которые устали, которые ждали Мессию, люди, которые ждали, кто придет и организует их вместе на служение Богу, они так взахлеб, они с такой радостью приняли Его, но их было не так много, и Израиль был разделен, больше половины ничего не хотели, они были пацифисты, больше половины там были и Тови, и Санавалат, если помните историю, они знали Бога, но когда Он пришел, Неемия, они первые противостали Ему, не удивляйтесь, когда в нашей жизни мы встречаем много противостояния, наша церковь, любовь Божия, она претерпела так много противостояния, и как ни странно, со стороны, как будто бы братьев и сестер, я удивляюсь, почему, кто-то даже лгать начинает, и вот самый большой вопрос, почему верующий человек начинает лгать против церкви, почему это происходит, бесы живут в человеке, мотивация, у него неправильная цель жизни, и когда, знаете, вот новый виток лжи приходит, к примеру, я вычисляю этих людей, начинаю молиться конкретно, я разрушаю, не становитесь на пути у Господа дорогие, это очень опасно, вы знаете, и знаете, мы с вами призваны строить, созидать Царство Божие, вот смотрите, Неемия, он был как раз вот этот образ мудрого строителя, о котором пишет апостол Павел, и когда услышал об этом Санавалат, Харони, Тоби, Амонитский раб, то им было весьма досадно, ревность взяла этих людей, что какой-то там Неемия вдруг объявил, что он церковь начинает, вдруг он объявил, что он будет стены иерусалимские строить, и первое, с чем он столкнулся, это с противостоянием, ты можешь сказать, пастор, почему у тебя в жизни противостояние, да нормально, я нормальный христианин, и это естественно, потому дьявол ненавидит нормальных людей, хочешь, чтобы не было противостояния, становись геем, хочешь, чтобы не было противостояния, иди по жизни, как погоняло, и дьявол тебя, конечно, опустит, но не будет такого противостояния, но как только ты начинаешь служить Богу, сразу же приходит противостояние, это естественно, только Ниемя зашел на территорию Израиля, сразу же, первое, противостояние, верующие люди поднимаются против, знаете, вот мужей Божьих, и смотрите, и стало ему весьма досадно, не буду вникать, почему стало досадно, не дай Бог, чтобы я попадал в категорию этих людей, и смотрите, отсюда мы берем вывод, что не все будут радоваться с тобою, не все будут радоваться, вот мы сейчас будем праздновать 20 лет, а что вы еще не разрушились, я сколько раз такое слышал, ах это нам говорили, что церкви любого Божьего уже нету, не дождетесь, а я думал, что ты уже умер, назло вам буду жить, знаете, я шучу, может быть, да, церковь будет стоять, знаете почему, она Христова церковь, она не моя, любовь Божья, построена на откровении, я создам церковь, и врата ада, они не одолеют ее, не становись вратами ада, не становись на сторону врага, дьявола, но будь тем мудрым человеком, который вкладывает себя, наоборот, в поддержку, в строительство, сегодня время духовных строителей, вы понимаете, халлелуя, давайте подарим Господу аплодисменты, аплодисменты, и знаете, Нееме, что первое сделал, он поделился своим откровением, он собрал всех, написано старейшин, и стал рассказывать им, говорит, вот Бог положил мне на сердце построить церковь, Бог положил мне на сердце построить стены иерусалимские, вот что интересно, ему Бог положил построить только стены, а ездор строил храм, вы слышите, у каждого свое призвание, я знаю мое призвание, к чему меня призвал Бог, я начну это строение, молодежь продолжит, у молодежи будет больше церковь, у молодежи будет больше влияния, они будут сильнее, моя работа, вырастить это поколение, которые пойдут дальше, я знаю мое призвание, и смотрите, он здесь Нееме говорит, и когда я рассказал им о благодеющей мне руке Бога моего, и также слова царя, которые он говорил мне, и сказали они, то есть все, кто окружали Нееме, будем строить, согласие, гармония, единство, это так важно, понимаете, без единства не бывает успеха, очень важно, чтобы каждая церковь, она внутри была, такой монолит, салет, она построена на откровении, у них есть единство вокруг Иисуса Христа, и там каждый строит, каждый что-то делает, но все мы вокруг Иисуса Христа, и смотрите, и сказали они все мне, будем строить, единство, знаете, те, Товия, Санавалат и прочие, тем досадно, тех зло накрыло, мне бедных жалко, зло, бесы, понимаете, а другая категория людей, аллилуйя, пастор, мы с тобою, мы будем строить, пастор, что нужно, денег больше, пожалуйста, пастор, что нужно, где слабое место в церкви, я стану в проломе, Эдик подходит ко мне и говорит, пастор, я испытаю себя в группе общения, буду приходить на полчаса раньше, буду общаться, мне приятно, скажу, что есть люди, которые, знаете, подхватили это откровение, они понесут его дальше, а другой в это же время только наблюдает и ничего не делает, вы понимаете, и вы смотрите, когда он рассказал, все как едины, мы будем вместе с тобой строить, понимаете, хорошее будущее у духовных строителей, где есть единство, где есть согласие, понимаете, мы церковь Божья, кто-то нас ненавидит, даже верующие, а мы с вами часть этой церкви, и от нашего вклада, когда мы делаем каждый по силе, к чему мы призваны, дорогие, благодать Божья будет приходить, кто-то будет молитву вести, кто-то будет ячейками заниматься, кто-то будет прославлением, кто-то с детьми нашими, кто-то с подростками, кто-то с молодежью и так дальше, дорогие, но вот это и есть единый организм Господа, но здесь нужно единство целей, как говорится, и смотрите, что интересно, начальники Израиля, он собрал в начале вокруг себя начальников, почему? Начальники имели влияние на других людей, и он собрал ключевых людей, поговорил с ними, и они все сказали как один, мы будем строить, знаете, среди нас очень много людей, у которых есть харизма, влияние, я заметил, у некоторых такая сильная харизма на разрушение, дорогие, давайте мы поменяем, пусть эта харизма будет на созидание, на строительство, ты можешь привести людей, знаете, мы пример сегодня, у некоторых уже дети не хотят ходить в церковь, и на это есть причина, я вам скажу, вы понимаете, нам нужно поменять внутри себя, у нас есть влияние хотя бы на своих детей, у нас есть от Бога сила, но хуже, когда мы это используем неправильно, вы понимаете, не в благословение, потому что каждого человека Бог наделил влиянием, у нас есть оно, и нам нужно начать его направлять на созидание, на строительство, на благоустройство, знаете, когда встречаешься с человеком, который недовольным, и ты с ним начинаешь, да, вот и я недоволен, вы понимаете смысл? Мы поддерживаем, человек уже разрушил свою жизнь, и мы туда же лезем, но когда ты встретил человека, который только рот открыл и начал говорить против церкви, а ты ему говоришь, ты что, это грех, ты разрушаешь свою собственную жизнь, ты не разрушишь церковь, врата ада не одолеют ее, не работай на сатану, работай на созидание, на устройство, и смотрите, когда вот, мне нравится это нееме, и написано, они стояли все на стенах, в одной руке у них был мастерок, а в другой у кого меч, у кого копье, почему? Враги, знаете, были вокруг, и они вот так на мече, а другим руком, мастерком работают, и это связка между брикетами, камешек на камешек, и они раз, и за, там, сколько-то дней, они так быстро построили всю стену, и на этом прекратилось, они не строили храма, их призвание было восстановить стены, и вот что интересно, смотрите, когда они были вот так, единое сердце, они трудились, понимаете, мы порою так много отдаем времени своему собственному, написано, каждый из вас бежит к собственному дому, вы перестали строить храму, это Агея, за это, говорит, проклятие придет в вашу жизнь, пожирающий будет, думаете, что вы имеете много, а у вас ничего не будет, понимаете, это не я придумал, это Бог через пророка Агею такое говорит, почему мы должны определенное время заниматься трудом во славу Господа, дорогие, почему наша жизнь должна посвящена быть на сто процентов, но и вот временем и финансами мы обязательно должны быть частью проекта, который Бог делает, и смотрите, дальше интересно, когда он их поставил по участкам, поставил ответственных людей, знаете, у каждого из нас есть участок, за который мы отвечаем, будь верным Богу в том, вот Бог доверил, вот написано, Бог нашел меня верным и доверил мне, не расценивая, что это, вот пастор захотел, он заставил меня петь, вот пастор захотел, он выдвинул меня на санды школу, вот пастор, он на меня давление такое оказывал, вот он все хочет, чтобы вся церковь служила Богу, вот он, знаете, вот откровения нету, вот здесь в сердце и в разуме должна быть мысль от Бога, я призванный служить Богу, моя жизнь, понимаете, если кто-то, может быть, и не видит, а я не вижу своей жизни без Бога и без церкви любовь Божия, вот меня интересно, кто себя видит в церкви любовь Божия на всю жизнь вообще, халлилуйя Божия, за таких людей, потому что, когда мы вот здесь имеем это откровение, у нас не будет сомнений, когда потрясения придут, понимаете, мы будем стоять в проломе, там, где у церкви может быть слабое место, мы не будем роптать, мы не будем говорить, о-о-о, церковь слабая, о, церковь не растет, да потому, может быть, и не растет, не хватает людей, которые станут в проломе, у которых есть сильное откровение и посвящение Богу, строительство по участкам, знаете, вот это настолько важное дело, дело Божье, мы все вместе с вами делаем дело Божье и очень важно делать его качественно, мне нравятся наши музыканты, они так качественно играют, я, знаете, за мою бытность, вот уже, кстати, мне было 55 лет в Фрайде, знаете, и я много думал, ночи не спал, и, знаете, возраст такой, что думаешь, может, уже остановиться пора, знаете, вот, много думаешь, или, знаете, может быть, передать более молодым людям, или еще много думаешь, думаешь о церкви, знаете, вот, знаете, какие мысли, ну, никогда у меня в жизни не было, вот в церкви у нас такого мощного прославления, Господи, храни нашу группу прославления, чтобы не было гордости, правда, да, ну, ну, классная, Сергей, спасибо тебе, поклон, твое участие, знаете, вот, много делает для этого, Витя, спасибо тебе, Наталочка, спасибо вам, группа прославления, спасибо вам, знаете, знаете, как здорово прийти в церковь, где, вот, знаете, ну, чувствуется, а видеодепартмент, а детская служба, а молодежная служба, ну, любое служение, а кафе, ну, дорогие, а хор детский, подскажите, да, говорите, говорите, сколько прекрасных вещей, да, которым только вот радуешься, и хочется, чтобы все в этой церкви, они приносили плод, чтобы каждый почувствовал себя частью великого проекта Божьего, вы понимаете, наше будущее, оно во Христе, оно со Христом, вы знаете, я вам больше скажу, мы когда на небо пойдем, знаете, мы попадем, как единица одна из единиц Божьей, как церковь Любовь Божья, у нас даже место особенное в раю, там будет город один, называться Любовь Божья, нас там будет больше, Бог соберет всех тех, кто спасся в этой церкви, кто на миссии, кто, знаете, там в Африке, кто в Непале, кто в Бирме, кто в Индонезии, кто в папуасы голенькие, будут там прыгать, и мы не будем соблазняться, халилуя, церковь Любовь Божья, давайте мы будем служить Богу, знаете, есть сила в единстве, дьявол хочет сеять, как пшеницу, вы знаете, а Бог хочет созидать, строить, да, пусть Бог даст нам сегодня это откровение, о этом единстве, давайте мы отделим из нашей жизни делающих разделение, дорогие, не давайте вместо дьяволу, не давайте, какая умница, она хлоп, Аличка, ты все поняла, да, аллилуйя, за таких внуков, да, она маленькая, уже ей откровение приходит об этом, да, дорогие, последнее, давайте я вот сделаю, сейчас смотрите, вот интересно, я читал это, мне Бог дал откровение, вот это Товия и Санавалат, которые были против Неемии, послушайте, первое, что они пережили, ему было досадно, это вторая глава, десятый стих, зло наполнило этого человека, не удивляйтесь, когда вокруг нас или тебя появляются злые люди, которые не желают тебе добра и успеха, и вот смотрите, вот Товия, он таким, Санавалат там и другие прочие, они вот такой образ, потом третья глава, девятнадцатый стих написано, и насмехался, он когда, я это объявил, что будем строить стены, он так, ха-ха-ха, вы церковь Иисуса Христа, знаете, полно таких вот людей, которые они не имеют, да, от Бога, но они разрушители, да, и вот Товия, смотри, прошел через такое, смотрите, зло нашло на него, потом он насмехаться начал, вот послушайте последовательность, четвертая глава, первый стих, и рассердился он на Неемию, шестая глава, и вызвал его на войну, и говорит, сойдите с этих стен, выйдите сюда, говорит, сразимся, и четыре раза написано, он вызывал на бой, но говорит, я, говорит, знал, что мы еще слабые, мы не можем с ним воевать, и говорит, мы молчали, он позорил, он всем говорил, вот они такие, всякие, полно таких людей, я не знаю почему, но у них, знаете, жизнь такая, храни нас Бог, чтобы быть в числе этих людей, знаете, мы духовные строители, и мы призваны созидать, строить, умножать, и смотрите, вот Товия, когда он стал, смотрите, первое, зло сошло на него, второе, смех, знаете, вы видели, когда люди то хохочут, то матерятся, то радуются, когда психика у людей, знаете, такая вот нарушенная, и потом раз, на войну вызывает уже, то есть, почему, дьявол знает, что пока церковь, например, еще не такая сильная, и ее можно что-то нанести, удар, он находит людей, и начинает через них, а не Эмя, он был мудрый строитель, он говорит, рано еще, рано, а попозже, смотрите, вот что интересно, потом этот же Товия подослал Шимаю, который стал, он был, Шимай, это был пророк в храме Божьем, но в разрушенном храме, знаете смысл, профукали свой храм, священники, и вот когда, почему часто дьявол использует таких священников, Шимая, священник, как бы подошел к ними и говорит, что ты делаешь, давай спрячемся, пойдем, говорит, там к жертвеннику, посмотри, враги окружили, вместо того, чтобы поддержать пастора, человек участвует, знаете, в разрушительной работе сатаны, и священник, который знать должен волю Божью и поддерживать, наоборот, неемию, и смотрите, обольщение, я заметил, каждая церковь проходит через все эти фазы, когда-то над нами будут смеяться, когда-то, когда поймут, что не смогли сломать церковь, пошлют ветры обольщения, как, помните, пророк Иль, четыре эти вещи прошел, но не во всем этом Бог, знаете, и потом, смотрите, зло, насмехался, разозлился, вызвал на войну, потом обольщение послал, против, и смотрите, шестая глава, там это, шестая глава, пятнадцать листих, и была стена закончена во столько-то дней, знаете, когда вот идет проект подготовки к, к примеру, двадцать лет церкви, не слушай никого, кто что говорит, злые люди, строй вместе, готовься к празднику, у нас будет классный праздник, и когда он построил, написано, эту стену, и устроил Немя, великий праздник, и собрались евреи со всей периферии, то они там со стороны наблюдали, а то повалили в дом Божий, почему, не развалился дом, построился дом, и знаете, вот что интересно, послушайте, и упали в глазах своих Товия, сановалат, знаете, вот Бог хочет довести церковь до такого состояния, когда у нас единство, когда у нас понимание, когда мы строим подкровению, когда мы за Господа, пусть смеются, пусть злятся, и вдруг он такой праздник делает, знаете, почему мы делаем праздник 20-летия, это не просто мой личный праздник, это не просто твой праздник, это духовное, вы понимаете, церковь Простояла 20 лет. Ты слышишь? И не просто простояла, она принесла много плода. Сотни тысяч спасенных по всему миру благодаря миссии этой церкви любовь Божья. Благодаря твоего вклада, благодаря твоих финансов. Уже тысячи детей, тысячи детей выросших за ваши финансы. Сперва в Индонезии, потом в Танзании, потом в Папуа, потом Непал, потом Бирма. И сейчас снова Непал, вы понимаете? Десятки, наверное, уже тысяч детей, кого прикоснулось, присылают там поздравления уже нам с этого. Дети раз с Непала, дети присылают с Бирмой. Мы потом будем все смотреть это, дорогие. И смотрю, думаю, какой ты великий Бог. Как много ты сделал. Дорогие, только дружная церковь, она может достичь какого-то результата. И нам нужно стоять, чего бы нам это ни стоило, вместе. Не поддавайся на провокации дьявола. Не поддавайся на провокации непонимающих людей, не умеющих, может быть, быть в единстве. И Ниеме устроил праздник. Смотрите, Коринфянам 3,13. И каждого дела обнаружится, слышишь? Однажды придет время, когда Бог перед всеми откроет книгу и покажет. Вот труд. Знаю твои дела. Знаю твой труд. И покажет. Вот дела церкви, любовь Божья. Так как ты много трудился, помните? Так как ты много принес плода, Бог ведет нас в царство возлюбленного Сына Своего и Иисуса Христа, как церковь. Понимаете, как церковь. Он пишет послание к семи церквям. И мы там будем, как церковь, любовь Божья. Пойми, это очень важно. Какие бы потрясения, ладно, я вот закругляю, дорогие. Стой на страже, строй свой участок, там, где Бог тебе доверил. Не поддавайся никаким провокациям. Не позволь никакой суете остановить тебя. Не поддавайся на бесчинных людей. Но продолжай приносить пользу. Продолжай трудиться там, где Бог поставил тебя. Молодые люди, ищите свое место в теле Христового. Люди любого возраста, обязательно найдите свое место. Если вы еще не знаете, начинайте вместе с нами молиться. У нас есть классные молитвенные служения. И там Дух Святой даст вам откровения. Если вы не знаете, давайте на кухне, начинайте что-то быть благословением для тела Христова. Может быть, вы умеете петь? Давайте сделаем большой хор, группу прославления. Я уж думаю, у нас сцена позволит. Серега, позволит сцена еще пока? А потом здание хорошее, как построим, да? И места еще больше сделаем. Все возможно верующему, вы понимаете? Вера, это такой мотиватор. Халлилуйя! Первое, что делает сатана, он ослепляет глаза и разрушает веру. А мы ему не позволим. Аминь, да? Мы сегодня, понимаете, в самом интересном таком, турншифт называется, когда Бог поднимает свою церковь на новые высоты. И я почему-то думаю, что 20 лет, дорогие, это как раз будет время перезагрузки, перезарядки на еще не только 20, на 40 лет, хотя бы, наверное, еще такой, не просто полноценной, а сильной жизни. Понимаете, Бог хочет создать такую горячую церковь. Бог хочет, чтобы сегодня свет в городе, он был. Вы знаете, у Бога есть большие планы именно для церкви любовь Божья. У меня нет ни грамма сомнения в этом плане. И ты в этом участник. Давайте мы сейчас в группу прославления выходите. Давайте помолимся вместе, чтобы Дух Святой Он помог нам, каждому, исполнить волю Божью до конца в своей жизни. Друзья, приглашаем вас на праздник 20-летия церкви и любовь Божья. Мы благодарны Богу за Его верность, любовь и милость. Все эти годы Он был рядом с нами в радостях и трудностях, в испытаниях и победах. Это праздник благодарности. И для нас честь, если вы присоединитесь к нам. Служения пройдут 8 марта в 7 часов вечера и 10 марта в час дня. Гости праздника Пастор Лес Боулинг, Карл Сармиенто, Андрей Дериенко, Александр Рыхлюк и многие другие. Адрес церкви 9503 Норд-Ист 86-я стрит Ванкувер, Вашингтон. Подробная информация на нашем сайте www.lgchurch.org Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова